амурская осень приближается амурская осень уже в юбилейный 20 раз в областной столице засияют самые яркие звезды у амур-инфо появилась возможность приоткрыть занавес фестиваля и поговорить с его президентом сергеем новожиловым сергей владимирович здравствуйте добрый начнем с масштабов наверное мероприятия это насколько грандиозной будет программа и какие нас ждут фильмы и спектакли мне кажется грандиозной поскольку в этом году двадцатилетию амурской осень приурочены гастроли московского академического театра не ели вахтангова отметишь в прошлом году свой столетний юбилей и я очень рад что благодаря кириллу игоревичу кроку нам удалось привести благовещенск но удастся скажем так пока еще в будущем времени стиваль еще не наступил привести восемь названий спектакля которые будут сыграны каждый по два раза на сцене общественно-культурного центра и драматического театра это большое событие я даже думаю что такие большие гастроли здесь имеется ввиду их плане больших гастролей но и второе это значение проект большие гастроли позволяет привести вот труппу театра вахтанга возит здесь человек 180 будет находиться включая всех самых ярких звезд театра сергей маковецкий ирина купченко радмила марсакова владимир девиченко но на грешаева мария рома и многие другие будут участвовать заморской осени и будет интересная отличная программа рассказывать все секреты не буду но кроме того естественно и наша основная программа мой фестиваль кино прежде всего поэтому и театра но кино на первом месте для нас и поэтому уже несколько лет у нас премьеры в конкурсе я хочу благодарить александру жукову нашего программного директора который удается собрать интересные премьерные фильмы у нас и в конкурсе полного метра и в конкурсе короткого метра премьеры картин поэтому рассказывать о них нет смысла хотя бы тематика такая разная совершенно разная тематика и я очень рад например что некоторые фильмы прямо с колес как фильм георгия шингели нашего известного режиссера известные мастера даже в коротком метре например визору гигей ниши или представил короткими хотя он давно уже снимает полнометражные картины есть например полина альденбург и катя устюгова которые представили свои короткометражки конкурс наши верные старые друзья не ров кубаев которого у нас не было ни разу картина не буду называть название все это можно прочитать в конкурсе антреприза у нас девять спектакль то есть мы сохраняем все равно конкурс несмотря на масштабные гастроли театра вахтангова и эти спектакли пройдут на сцене филармонии где мы сейчас сами находимся и на новой для нас площадке арт-галерея пушкарёв вообще на этой площадке у нас будет проходить 6 событий 3 конкурсных спектакля малой формы плюс моно вечера алены бекуловой пиаф в розовом цвете жизнь пиаф розовом цвете а куджава эпоха куджава олега харитонова и антон лаврентьев представить свой вечер так что видите я только назвал вам некоторые площадки театр общественно-культурный центр теперь ауденте который располагается в новом для себя здание дк профсоюзов даже теперь это ауденте и там у нас будут проходить все конкурсные фильмы конкурсные показы для нас новое также то что в этом году мастер-классы необычные вахтанг хорцелава даст мастер-классы для по пластике для ансамбля максимум а елена борзова хорен чахалян они будут заниматься постановкой детского спектакля с детишками потому что сейчас активно развиваются школьные театры и совместно с министерством образования вот в конце фестиваля 17 числа должен появиться спектакль кстати работа уже идет и летом или на борзова осмотрела талантливых ребят и я думаю что это будет интересно плюс нас будет еще один новый конкурс незавершенных проектов короткометражных картин которые представят авторы и будет отдельное жюри 4 рассматривать и возможно это даст кому-то толчок и окажет помощь в завершении затем вот этого незавершенного фильма мы очень на это рассчитан будет большой круглый стол по фестивальному движению ну и конечно будет отдельный в островах у нашего давнего партнера александр яковлевича федорчука еврейный вечер проходить 17 числа поездки по области неотъемлемая часть нашей программы также и спектакли и концерты мы благодарим нашего партнера сибур нашего главного партнера и поэтому мы делаем большой концерт в городе свободный при помощи сибура так что видите программа огромная это то что я только касается благовещенская часть а так уже у нас есть еще и пролог в хабаровском крае отлично замечательно по какому принципу отбираются площадки для фестиваля благовещенские все площадки которые могут нам подходить мы выбираем театр окац филармония давние наши площадки где мы работаем потому что только на них можно показывать спектакли например делать какие-то представления кстати открытие закрытие у нас возвращается спустя большое количество времени филармонию где мы начинали фестиваль тем самым мы идем к истокам фестиваля спустя 20 лет отлично познакомьтесь жюри фестиваля кто эти люди момент всех называть не буду хочу сказать что александр кот наш известный кинорежиссер возглавляет жюри конкурса полного метра в составе жюри не менее неизвестный оператор мария соловьева актеры ксения щербакова и юрий тарасов много снимающиеся и пытливые кинематографические зрители хорошо знает и киновед кинокритик вадим рудковский конкурс короткого метра возглавляет писатель популярный писатель и сценарист андрей гелла симов в составе жюри продюсер елена калина и актер и режиссер степан азарян конкурс антрепризы возглавляет известный телевизионный ведущий и на режиссер андрей максимов в составе жюри яна поплавская и или буторин уже известные актеры ну вот такая у нас команда а в конкурсе конкурс не завершенных проектов пускай будет секретим наши гости дорогие которые приедут на морскую осень это старожил или все-таки дебютанты есть и дебютанты если те кого мы хотели позвать кто принимал участие первых фестивалях как аристарх ливанов аристарх пашутин или назаров но в подавляющем большинстве много очень новых имен новых и молодых талантливых ребят которых зрители видят и на открытии на закрытии во время поезда концертных бригад сколько в целом будет гостей ну если вместе с театром бахтангово то где-то порядка 380 человек здорово отлично отличный юбилейный фестиваль а где они будут размещаться где не будут гости кинофестиваля буду жить гостиницы зея в которой мы начинали наш фестиваль я очень благодарен сам я хочу федорчуку который сейчас вот делает все чтобы нам там комфортно жилось ну и гости гости участники артисты театра вахтангово они будут жить в отеле меркурии замечательно а чем мы их удивлять будем я насколько понимаю поездка в китай традиционный поездка меняется или наша традиционная не поездка в китае уже последние три года поэтому как бы китая мы особо-то не удивляли последние годы у нас там проходил конкурс короткого метра и совсем небольшая делегация выезжала и как конечно нам жалко что нет возможности общения с китайскими кинематографистами но я надеюсь что когда пандемия закончится но мы в общем-то и не этим удивляли для нас все-таки основное это проведение фестиваля в благовещенском замечательно и где все-таки можно познакомиться с программой фестиваля программа фестиваля я так полагаю что она располагается на сайте амурской филармонии на сайте амурской осени так что всем вот познакомиться на ваш взгляд самое яркое событие потому что у меня свои пристрастия получится если я скажу так я кого-то обижу я благодарю вас за прекрасную беседу и желаю чтобы эта амурская осень стала самой яркой в истории фестиваля спасибо